В Тамбовской области участились случаи разного рода мошенничества. Большая часть из них – правонарушения в сети интернет с мобильными телефонами и банковскими картами. Подробнее о том, какие схемы изобретают злоумышленники и как не попасть на их крючок, узнала Леся Кречетова. Количество зарегистрированных фактов мошенничества в Тамбовской области растет с каждым годом. Уже за пять месяцев этого года совершено 584 преступления. Чаще всего обманывают людей, давших объявления о продаже квартир, бытовой техники, приеме на работу. Продолжается рост телефонных мошенничеств. Наиболее часто они совершаются под предлогами, что родственник попал в беду, а его банковская карта заблокирована. С 2014 года в области ежегодно регистрируется хищение денег со счетов клиентов банка. Спрашивают номер карты, к какому телефону привязаны данные владельца, на чью им зарегистрированную карту. И, соответственно, коды, которые приходят на телефон, если подключены к мобильному банку, и код, который находится на задней стороне карты. Данные сведения даже сотрудникам банка не стоит предоставлять и говорить, что те коды, которые приходят на телефон, и код, который находится с задней стороны. За полгода по фактам мошенничества возбуждено 174 уголовных дела. Три из них переданы в суд. Раскрываемость таких преступлений составляет лишь 30%. Это связано с неконтролируемым оборотом сим-карт и банковских карт. Потерпевшими у нас являются обычные, не то что доверчивые, а обычные нормальные граждане, которые живут нормальным образом и считают, что так же и живут окружающие. И в отношении, как они не допускают каких-либо противоправных действий в своей жизни, так и в отношении их не может быть допущено. Значит, ну это вот оказывается не так. Чтобы не стать жертвой махинаций интернет-мошенников, необходимо совершать покупки только на достоверных сайтах. Никому не сообщать секретные сведения карты и, как бы это банально ни звучало, быть бдительнее. Олеся Кречетова, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей.